Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю радуйтесь. Крутость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетик и похвала о том помышляйте. Чему вы научились, то приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами. Один подвижник как-то отметил, что православие – это не что иное, как религия радости. Радости о том, что человек вновь может обрести Бога. Сегодняшнее апостольское ощущение начинается с призыва святого апостола Павла именно к радости. Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю радуйтесь. Наверное, каждому православному священнику очень удивительно и даже в некоторой мере странно слышать, когда говорят, что к Богу чаще всего человек приходит через страдания. Преподобное утверждение в корне неверно. Началом искренней веры в Бога страдания быть не может. Началом веры в Бога может быть только радость от осознания того, что Бог рядом, несмотря ни на беды, ни на страдания. Преподобный Амбросий Оптинский в свое время говорил, «Начало радости – быть довольным своим положением, потому что радость есть благодарность Богу за все получающееся». Может ли радость быть постоянной и бесконечной? С одной стороны, все мы умеем радоваться мирским радостям, будь то исполнение наших желаний или достижение каких-то целей. Но апостол Павел говорит здесь о другой, более высокой радости, о духовном ликовании, о радости в Господе нашем Иисусе Христе. Ведь именно эта радость присутствует в христианской жизни постоянно, даже если весь мир вокруг полом бед, несчастья и скорбей, обид, недостатков и искушений. Святитель Иисус Дикон Задонский отмечает, «Божья благодать учит человека радоваться о Боге, спаси своем и порождает в сердце его истинную радость, духовную, небесную, покой и мир в совести его». Все это предвкушение вечной жизни, крупицы от небесной трапезы, падающие на сердце человеческое. Никакая земная радость не способна затмить этого возвышенного и благодатного состояния радости небесной. «Кто хоть однажды познал его, обретает в жизни великое и ни с чем не сравнимое богатство, ощущение своей сопричастности к Богу». В то же время искренняя радость у Бога возможна лишь тогда, когда есть настоящая и глубокая любовь к Нему. Ведь даже земная любовь без радости не бывает. Общение с любимым человеком доставляет нам радость, наполняет нас силой и готовностью ради любимого совершать те или иные поступки, творить добрые дела. И все это только в еще большей степени относится к Божественной любви, когда понимаешь, что весь этот мир, все, что нас окружает, да и сами мы, создано по величайшей любви Творца, по неизреченной его милости. Для христиан именно это ощущение Божественной благодати становится основой их существования, порождает в душе настоящую радость, и тогда никакая печаль, никакие земные скорби не способны удалить из сердца предвкушение грядущей небесной славы и вечного блаженства. Зная историю написания послания апостола Павла к филиппийцам, мы понимаем, что услышанные нами только что слова о непрестанной радости были написаны первоверховным апостолам во время его пребывания в узах в Риме. А это значит, что апостол понимал, что в скором времени его ждет смерть. И зная это, он пишет о радости. Апостол понимал, что его ожидает, и понимая это, вновь и вновь призывая своих духовных чад не отступать от христианской веры и все терпеть ради возлюбленного Господа Иисуса Христа. Потому что радость о Боге сильнее всей земной жизни. Христианская радость не связана ни с чем мирским, ее источником является сам Христос Спаситель. Любящие люди счастливы, когда находятся вместе. Но различные обстоятельства, события или иные какие-то причины способны их разлучить, лишить радости общения, радости любви. Христианам же, любящим Господа, такая разлука не грозит. Нельзя верующих во Христа лишить духовной радости по той лишь простой причине, что нельзя их лишить Спасителя. Где бы мы ни находились, что бы мы ни делали, что бы с нами ни происходило, именно ощущение божественного присутствия в нашей жизни и дает нам эту постадянную, вечную, ни с чем не сравнимую радость о Господе. Именно радость о Господе дает нам надежду и веру в то, что Господь всегда подаст нам то, о чем мы Его просим. Апостол пишет, И заботясь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом и мир Божий, который превыше всякого ума соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Да, Господь всегда слышит наши молитвы, если, конечно же, они истинны. А потому в своей молитве мы можем обратиться к Господу с самыми разными нашими проблемами и заботами. И Бог поймет каждого. Однако же, по словам святых отцов, использует просимое только в том случае, если это полезно человеку. Ведь Он один лишь знает всех и понимает, что нам нужно, а что нет. А потому не стоит роптать и сетовать, что Бог не слышит наших молитвенных воздыханий, не ценит наших молитвенных трудов и подвигов, потому что ни одно доброе дело для Бога не остается незамеченным. Помню об этом, мы должны благодарить Бога во всем, и в печали, и в радости, как благодарен каждый ребенок родителям своим просто за то, что он живет. Такое ощущение дает не только полноту молитвы, но порождает душевный мир, покой, уверенность в промысле Божьем. Мы должны помнить, что ничто в этом мире не совершается без Его святой воли. И потому только тот, кто понимает и осознает над собой волю Божью и силу Господню, обретет не только надежду, но и мир Божий для своей души, и тем самым обретет для себя подлинную радость.